Так часто бывает, что в братьях наших меньших есть нечто большее, чем мы привыкли видеть. И мы этого просто не замечаем в повседневной суете. Сколь много человеческого скрыто в наших питомцах от глаз людских. Мужчина долгое время не обращал внимания на необычную привычку своего любимого пса по кличке Феликс. Дело в том, что каждое утро, в одно и то же время, пёс убегал на улицу и возвращался только вечером. Мужчина проводил всё время на работе. Даже в выходные дни он почти не бывал дома. Феликс всегда возвращался целым и невредимым, потому хозяин долгое время не задавался вопросом, где пропадает его питомец. В один из выходных мужчина таки остался дома. Проснулся около полудня, разбуженный жалобным стоном. Пёс сидел у двери. На глазах собаки выступили слезы. Он жалобно просился на улицу, перебирая лапками по закрытой двери. Если бы не этот трогательный взгляд, обильно смоченный слезами, мужчина бы так и не задался вопросом, куда каждое утро сбегает его пёс. Хозяин быстро собрался, открыл дверь и пошёл следом за Феликсом. Через полчаса мужчина стал понимать, куда ведёт путь, которым каждое утро ходит Феликс. До боли знакомая дорога всё больше и больше указывала только на одно место. Он не ошибся, когда увидел, как рабочие у ворот приветствуют Феликса. Стало ясно, что пёс здесь частый гость. Мужчина решил не следовать далее по стопам Феликса, потому что теперь точно знал, где его искать. Ответ на вопрос, как часто Феликс бывает тут, сильно удивил его и до глубины души растрогал. Собравшись с силами, со слезами на глазах, мужчина побрёл дальше. Чем ближе он подходил, тем более его переполняло чувство стыда и осознание своей слепоты. Добравшись до могилы отца, мужчина присел на корточке, взял Феликса на руки и расплакался, как младенец. Отец умер полгода назад. С того времени сын ни разу не навестил ушедшего отца. Работники кладбища рассказали, что пёс приходит сюда каждый день и часами сидит на могиле, глядя на фотографию человека, который был для него всём. Отец мужчины очень любил Феликса и видел в нём нечто большее, чем просто собаку. Вечерами они вдвоём уходили на чердак, где старик рассказывал о своей жизни, а пёс внимательно его слушал. Со стороны это выглядело странно. Члены семьи думали, что это возрастное и дедушка просто поехал умом. Они не задумывались о том, что отцу не хватает внимания, ему ни с кем поговорить, некому излить душу. И только пёс по кличке Феликс не относился к старику предвзятой и всегда с удовольствием проводил с ним вечера, слушая разнообразные истории о прожитой человеческой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова